На региональной сессии территория трёх границ Хасан как новый драйвер развития Юга-Дальнего Востока во время 9-го Восточного экономического форума обсудили открытие круглогодичного морского курорта в Приморье в 2028 году. Он расположится в живописной бухте Алиут Хасанского округа и будет рассчитан на 3800 номеров. На протяжении последних лет Хасанский округ является одной из самых инвестиционно привлекательных территорий Приморья. Через автомобильные, железнодорожные, морские пункты пропуска проходит международный транспортный коридор Приморья-2. Незамерзающие порты округа обеспечивают круглогодичную навигацию судов. Хасанский округ – это место, где экономика гармонично вплетается в природу. Курорт планирует принимать не только жителей Приморья и гостей с разных регионов России, но и иностранных туристов. Для этого нужно обеспечить округ коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктурой. Поэтому для инвесторов в Хасанском округе создаются все возможности, чтобы люди вкладывали деньги, создавали необходимый номерной фонд, который прежде всего удобен туристам. В целом мы видим, что Хасанский округ сегодня выглядит как жемчужина не только Приморского края, но и Российской Федерации. Со своими красивыми, удобными бухтами, с песчаными пляжами, с наличием лотосов, с возможностью посмотреть другие страны, с возможностью полюбоваться на перелетных птиц, на морской бесферный заповедник, на землю леопарда. На сессии выступила председатель краевого правительства Вера Щербина. Она резюмировала, что Хасанский округ – лучшее место для привлечения туристов. По оценкам мировых экспертов, это место очень притягательное для туристов. Во-первых, там сезон дольше, чем даже в других наших прибрежных территориях Приморского края. Там температура воды и воздуха на 2-3 градуса выше, чем во Владивостоке и в Находке. Конечно, вы только что сами сказали о том, что там практически нет никакой инфраструктуры, но я вам хочу сказать, что самый главный эксперт – это народ, это турист, который полюбил эти места, который ездит туда из года в год. Региональные власти готовы к диалогу с бизнесом и открыты новым предложением. Напомним, 9-й Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября под лозунгом «Дальний Восток 2030 объединим усилия, создавая возможности». Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова